Здравствуйте, это наш любимый игрок Лондарь. Итак, сегодня у нас среда, а значит завтра к нам опять придет обновление. Итак, что же нас завтра ждет? Я, конечно, могу ошибаться, но я уверена на 150%, что завтра нас ждет временная локация. Как всегда, что-нибудь интересненькое, но это будет не лабиринты, не постоянные, не бухта, а именно временная локация. Поэтому все медленно и уверенно начинаем готовиться к тому, что нам надо будет много энергии и начинаем делать ее разными способами. Да, на самый первый взгляд яблочки это здорово, но яблочками тоже далеко не разгонишься, потому что мало того, что надо нарастить капуста, для этого тоже нужна энергия, для нее еще надо очень много кварца. Ну, с кварцом не всегда все так хорошо, как кажется. И в этот раз к обновлению капусты много не будет, поэтому мне нужно еще просмотреть все варианты и сделать все, что можно и все, что нельзя. Это у меня фактически весь кварц. Может быть там на домашней станции есть еще чего-нибудь, но если даже и есть, этого совсем чуть-чуть называется. Так, сколько я наделала? 350. Да, там еще можно с других острововов провести немножко капусты. Давайте посмотрим, что у меня еще там с рябочками или еще с чем-нибудь, потому что все надо и всего надо много. У меня вот, допустим, сейчас яблок не было вообще, в принципе. Все, что я привезла, это вот все яблоки, которые есть. Так, вопрос с кварцом. Ну, 1400 это вообще разве кварц? Это так называется совсем немножко, совсем чуть-чуть. Типа, вроде как есть. Да, у нас есть еще коллекции с кварцом, но не прям так здорово в этих коллекциях он выпадает. И не прям так часто эта коллекция... Так, кстати, я только что смотрела и не обратила внимания. Вот, жабки, такие есть. 172. Ну, можно сказать ни о чем. Да, по-моему, у меня в этот раз и капуста ни о чем. И куда-то мусор зачищала, вовила чуть-чуть. Так получилось, что много таких не сделала. Нет, на других островах тоже есть маленький запасик. Естественно, я его перевезу, сделаю, но... Опять-таки... Главное, не превратить случайно в поселение. Я все время за это переживаю. Так, где я еще не была? По-моему, здесь не была. Ой, ну сейчас поеду, если без энергетики-то, то вообще 44 энергии, это вообще ни о чем. Надо было энергетики везти. Да, энергии нет. Ладно, сейчас снимем то, что есть, быстренько остановимся. 8000 капусты на минуточку. Ну, вроде как ничего. Главное, не прозевать, не прозевать тот светлый момент, сказать, стоп! Вегваму при сборе. Как я только не привезла, я не понимаю, эту капусту, чтобы делать сюда энергию вообще. Даже не догадываюсь. Так, ну что, когда будем говорить стоп? Ну, вот, наверное, прямо сейчас. Стоп. Раз, два, три. Так, у меня здесь есть пять штук. По крайней мере, соберем там, где больше дают. 8000 капусты. В общем, я один раз сейчас вывезла ее, наверное, все-таки. А только потом будем чего-то думать дальше. Ой, чуть было не остановила запись. 1300. Мне нельзя 300 набирать. Ладно. Берем как можем. И 220. Есть. Поехали, 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 помчались. Гринли. Это же менять не буду. Сейчас еще раз быстренько слетаю. А потом поменяем оптом. Я поставила себе на час экономию для полетов. Поэтому надо этот час использовать напрямую по назначению. Так, собрать. Немножко привезла яблочек. 200 штук. Надо всегда собирать остров. Что было завтра, чем заняться называется. Так, стоп. Отлично. Так, что там с энергией? Так, надо еще поесть. Жалко, что тут нельзя сразу раз и перевез все. Надо туда-сюда кататься, чтобы все это потом повывозить. Ну, ничего не поделаешь. Наши временные острова, которые у нас есть сейчас, скоро уже пропадут. Поэтому, кто не успел вывезти все с острова, что набил, у вас есть еще уникальная возможность сегодня сделать это до полуночи. Потому что потом все пропадет вместе с островом. И все, что вы не вывезли, пропадет прямо на острове. Печалька, конечно, но ничего не поделаешь. Да, для больших уровней это не проблема. Взял и вывез. А вот маленьким надо насобирать этой каши. Это так сложно в начале игры. Я помню, как это было. Сейчас это уже для меня, конечно, не проблема. Взял, полетел, прилетел и все такое прочее. Но это все постепенно. Чем выше уровень, тем легче игра. Это всегда так было. Так оно и будет. Так, навезла я яблок немножко. Ой, вернее капусты. Ну, 300 штук можно еще раз забрать. Все, теперь надо пока вместе с этим завязывать. А заняться другими нужными вещами. Очень-очень нужными. Единственное, что когда летаешь, надо срема летать через самолет. Через домой не полетишь. Они говорят, потеряете все и все такое прочее. Нет, домой летают у нас прекрасно только с временных локаций. Вот с временных нажимаешь, полететь домой и летишь. А когда локации постоянные, то надо нажимать через самолет. Так, ну что, посмотрим, сколько я там навезла. Ну, на прошлое обновление я навезла 10 штук. Тут если 4 тысячи будет, то это будет очень шикарно, скажу я вам. Итак, момент истины. 3 900. Не, ну там еще есть у меня такая возможность. А сейчас мы с этим делом пока завязываем. Позаймемся еще тоже нужными вещами. Так, поменять бы нам еще. Вот так вот, например. Хорошо, да, тем, у кого есть домик для двоих, это можно сделать дома, никуда не уезжав. Но если домика нет, то, конечно, надо ехать. Заодно поменяю, чтобы типа не даром ездить. 100, ну, 20, 8. Все, Polarside встречает нас. Так, поехали. Polarside, Polarside, Polarside. Ой, что-то я потерялась. Вот он. Кстати, вот когда игра начинается, появляются первые у нас шахты. Каждый день крутишь, стараешься быстренько чего-нибудь там выиграть. А когда уровень уже подрос и возможности в игре поменялись, я честно скажу, очень редко захожу. Фактически в шахтах не бываю. Это поначалу шахты у нас что-то значат, а потом уже как-то так. И не мешало бы зайти, да некому называется. Так, давайте сделаем вот так, например, через песню. Заодно там, ой, у меня на песне проблемы, передать не могу. Птицы не справляются с поставленной задачей, и мне не хватает жира. Мне надо жир привезти. Так, провестая корова. Привезти жир, сбор продукции, овощные комплексы. Кстати, тут у меня тоже есть запасы капусточки, если что. Ну да, почти пять тысяч. Звучит так. Подготовочка продолжается. Делаем все, что надо, и делаем быстро. Ну вот видите, жир надо везти. Причем срочно. Потому что животные остаются совершенно голодные. Так, ой. Здесь полить. Здесь поесть. А тут... Ладно. В этот раз делаем через бартер. Ух ты, я прямо угадала сразу страницу. Не каждый день такое чудо. Решила не тратить нашу денюжку на корм. Так, с птичками все, с кормом все, совсем все, что берем с обойкой. С обойкой мы забираем яйца. Перо. Яйцо. Ну, удобрение тоже не мешало бы, конечно. На самом деле. Капусту точно не берем. Капусту можно с острова на остров прекрасно перекинуть. Вот хлопок я заберу, но не весь. Тыкву заберу, но не всю. И молочка, наверное. Ну, тростника сколько она росла. Ну, прям чудесно, прям. 70-70 и остается один. Все. Идем домой с чувством выполненного долга. Есть, конечно, такие у нас обменники для того, чтобы сделать покушать. Ну, не очень выгодные, скажем так. Так, которыми я не пользуюсь. Они есть, ими можно пользоваться. Это, например, такие, как вот делать, допустим, энергетики из чайников. Да, его можно, но сначала сделай чайник, а потом только сделай энергетик. Кстати, у меня опять заканчивается, катастрофически заканчивается свежая, свежая, пресвежая трава. Опс. Совсем ни о чем. А было так много. Надо на острова, конечно, отправляться, что я вам скажу. На островах травы много. Ну, вот, как-то вот в этот раз у нас с энергией так получилось, что у нас трава не очень надо. Так, что мне надо? Выменять варлином. А, все, 20 гвоздей надо выгрузить на склад. Ну, это всегда легко. Ищем слово «гвоздь». Делаем 10-20, загружаем в сани. И просто тут же их выкидываем. Все, задание засчиталось. Не обязательно их куда-то везти. О, теперь у нас задание на повторе. С комудами-то. Вырастить скот, добыть воды. А у нас, о чем мы спим-то, собственно говоря? Обратите внимание, ну, просто прозевало. Видать, закончились рабочие. А я невнимательная даже не посмотрела. Ой, у меня совсем все печально с молоком опять. Нет, у меня есть, конечно, молоко, но его надо таки везти. А процесс с водой, ну, никак нельзя останавливать, потому что вода очень нужна в игре. Ну, и плюс еще ко всему она у нас как источник торгов тоже. Тут еще 3 часа. Так, что бы я хотела? Так, это я пока собираю. Я хотела бы комуды поменять. Потому что задание тоже надо делать, пока не дошли до обновок, потому что будет не до этого. Так, 5, 4 штуки мне надо. Раз, два, три, четыре. Ну... Вот она до 40. Есть. Ничего больше не везем? Нет. Не хочется. Так, точно взяла, чтобы не было 10 раз ходить? Орлиная. Орлиная. Ну, такой симпатичный, когда превращенный на самом деле. Так. Ну, бартер. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Теперь давайте это добро заберем домой. Что хотите теперь от нас? Собрать, сделать, сделать. Легко. Тут у нас осталось. Скотч, чтобы вырастить, его вообще надо поставить. А его никто не ставил. А денег, миллион девятьсот, ну, скажем, ни на что не хватит. Значит, едем домой, делаем наши денюжки. Ну, сами знаете, всегда денюжек у нас вариантов море. Выбирай, какой вам доступен называется. Начиная от того, чтобы поменять корзины. Начиная от индюшины, заканчивая страусинами. Ой. Не буду морочить голову. Тысяча. Тысяча яиц, корзин, это 80 тысяч денег. Вот, все, наменяли. Ну, не всегда у всех есть такая возможность. Если уровень поменьше, давайте рассмотрим еще пару других вариантов. Деньги мне не помешают. Еще можно, как говорится, как вариант, менять индюшиные яйца. Их тоже можно делать, видите, полностью шерсть и индюшиное яйцо, эти корзины. Да, она не такая прям дорогая. Вот, так. Ой. Корзина гусиных стоит 10. Корзина в траусиных стоит 80. А индюшины... Вот. Упаковка индюшиных яйц стоит 20 тысяч. Ее тоже вот так вот можно наменять. 100 штук, 2 миллиона. Это тоже деньги. Ну, да, банально можно начинать, как говорится, все вот эти штуки, начиная. А вот еще у нас есть праздничная. Тут мы, как говорится, и птичек накормили, и денег получили. Ну, даже элементарная коллекция гвоздей, и то пронесет нам 7 тысяч, а если поменять, допустим, 100 коллекций, это уже 70. Так же самое здесь вот, шостерская. Те же самые, получается, прелести. Ой, было такое время, что я даже кирпичи меняла и сдавала для того, чтобы были деньги. Ну, все проходит с уровнем, чем больше уровень. Кстати, 20 тысяч стоит одно окно. Вот поменял коллекции, получил опыт, правильно? А потом поменял еще, вот смотрите, я тысячу штук меняю. Беру потом эту тысячу. Это уже 20 миллионов. Ну что, 104 миллиона нам хватит, да? Я тоже так думаю, хватит, чтобы купить животных. Вот только вопрос, конечно, интересный. Ой, бедная, бедная свинюшка. Голодная, передать не могу. Вот так. Я здесь только порося держу, потому что, чтобы не возить, не тратить себе затратность, как говорится, по полетам для удобрений. Так. А теперь мы едем на песню. Нет, мы не едем на песню ветра. Ну что это такое? У нас же там нету жира. А у нас сейчас... 5 тысяч. И одну убираю, нулик. 500. Есть. А вот теперь можно и на песню ветра. Ой, эти у нас лысые болота, не забываем, там рулетка. Но она настолько плохая в этот раз. Вот реально над нами просто пошутили, что просто даже не хочется лишний раз туда ехать для того, чтобы ее... Так. Что мы делаем? Раз, два, три. И буйволы придите. Раз и два. Так. И покормить. Всех надо кормить. Никто не должен быть голодный. Так. С этим мы разобрались. Кстати, я там точно видела, с молоком вообще никак. Вот прям никак, никак, никак. И еще, 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 и еще. И ладно. Сделаем понемножку. Все. Итого у меня в сане поместилось, ну, немного. Но поместилось. И причем сэкономили даже на полетах. Это радует. Не забываем, что экономия у нас бывает разная. Если экономия на птичках, она не действует на всех птиц, она действует только на курей и на гусей. Поэтому будьте внимательны. Если вы поставили себе каких-то других животных, птиц, то ускорялка вам совершенно не поможет. Потому что она у нас делится на категории. Отдельно для фабрик, отдельно для заводов, отдельно, получается, идет ускорялка для пекарень и все такое прочее. Надо обращать внимание, что какой именно баф вы хотите использовать в этот раз. Ну, а я хочу, я хочу. Очень сильно. Так, тут мне не хватало. О, уже хватает. Ладно. Птички мои потом. Я хочу поменять еще вот здесь. У нас 43, ну, 20, так, форекс роу. Там тоже энергетики, между прочим, выпадают. Да, но когда там собирается, очень крайне редко. Но, знаете, лучше так, чем никак. Постепенно собралась, я поехала, поменяла, потом открыла, а там, нет, там энергия не выпадает. Там выпадают энергетики. А энергетики нам тоже очень даже нужны. Видите, видите, вот есть еще с пудинга, ну, как-то вот не зашла он у меня этот обмен. Так, вот оно, то, что мне надо. Пять. Сейчас приедем домой и сразу откроем. Полезности очень хорошо. Так. Главное, вот видите, я не могу ехать. И когда забываю, что нужно нажимать правильно, не ошибаться. Станция. Едем, едем, едем. Куда-нибудь приедем. Так, приехали, пять штук. А я не знаю, были они у меня еще или нет. Они, по-моему, идут. Ха. А вот теперь интересный вопрос. Для того, чтобы их найти, надо понять, как они назывались. Это не тут, это вот тут. Тайник. Вот. Да? Ладно, возьмем все. Вот они. Обнаружены. Так. Раз. Ай-яй-яй, это каждый раз так искать? Два. Так, ладно, давайте эти пока откроем. Видите, тут коллекции идут. И энергетики. Ну, и ресурсы тоже, между прочим. Даже червячки. И шоколадушки. Ну, так как здесь нет энергии, поэтому держать их, когда там у вас большой камень, ну, вообще смысла нет. Сделал, открыл, получил. Чудесненько. Так, и еще так три раза. Раз. Два. Сейчас с этим закончу и начну опять заниматься своими яблушками. Три. Раз, два, три. Открываем оптом. Много-много подарочков. Сразу. И шоколадушка, и все, что хочешь. Энергетики. Так, все. В общем, я еду на песню, а с песни вывожу капусту на гринли. Ну, а мы с вами немножечко прошли подготовку к завтрашнему дню вместе. Я думаю, что я теперь продолжу сама. А вам желаю удачной игры. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Ждем завтра. А завтра у нас четверг. И это значит, что видео начнется со слов Здравствуйте! Сегодня четверг, и к нам опять пришло обновление. Ура, ура! А сегодня все. Пока, пока. Пока.